Я, конечно, хочу, как любой человек, пораньше освободиться, потому что на свободу это необъяснимое чувство, как бы все равно тянет. Блин, еще три года сидеть, я замаялся уже сидеть, если честно. После того, как и судимость снята уже формально, и все, как бы все равно большие проблемы будут с работой. Это клеймо, походу, на всю жизнь. Возьми об этом, не приходи у тебя работать, надо говорить, что да, ты сидел в тюрьме. Тебе не скажешь, да нет, тебе просто технично попросят, скажут, да нет, как бы вы не подходите по другим критериям. Вот я обдумался, это все равно случается, что человек обдумался. Вот сейчас я хочу начать. Вы мне отказали в этом. Твой человек так же откажет, третий так же откажет. И что мне делать-то? Мне опять к этому же надо вернуться, чтобы вы что-то. Обычный рядовой репортаж для нашего документального фильма. А тут такой удар. Так где же все то, что вы обещали? Первым делом, да, учиться и работать. Что, не мог на год раньше сесть? Как называется, ребята, наш главный город? Москва. С нами что-то происходит. Не могу я найти себя почему-то. Что бы я хотел делать? Клуб потерял своего руководителя. Я даже представить не могу, что мы будем делать без Паши. Всем привет. Здравствуйте. Что лет не виделись? Что у вас? Короче, смотри, мы для этого, для исторического фильма. Мы снимали, короче, там маленько промки, это столярка, первый цех. Они на нафиг не нужны, ни эти станки работающие, короче говоря, ни эти мечущиеся, короче, работяги. Потому что, блин, советы, предложения, комментарии. Но снимите, как там отрядник лекции проводит, я не знаю что. Ты издеваешься что ли? Какую нафиг лекцию? Я тебе еще раз говорю, нужны какие-то необычные такие кадры. Какие необычные кадры в колонии? Помогай, блин, мы тебя вот, понимаешь, мы позвали твою голову. В принципе, ты можешь идти, а вот голову оставь. Мы сейчас все делаем, в принципе, в рамках наших технических возможностей. Так вот в том-то и дело. И наших способностей, понимаешь? Ты что, мне валься в наших способностях? Уже да. Ты вообще, походу, не отколачиваешь, о чем я тебя пытаюсь донести. Нам нужно что-нибудь снять, чтобы это потом... Как-нибудь смонтировать, опять же? Можно преподнести, как они едят там в столовой. Ну мы что там делать не сушим? Кому там делать, дам я хрена? Успокой его, а? Иди туда, а? Что, мешает? Нет! Вау! Ну ладно, извините. На основе просмотра. Возьмем новые кадры и покажем, когда... Как было, как стало. Все, без разницы, что мы нам покажем. Если у тебя... Ну мы только так и будем делать. А если у тебя исторический фильм, а что тебе еще тогда дана? Слушай, вот какого хрена ты сейчас приперся сюда и сказал мне то-то, что я уже давно и без тебя знаю. Здесь режимное учреждение, понимаешь? Здесь нельзя вот это... Эти брачои говорят, что мы тут специально... Вот так, что ты уже... А ничего, что мы разговариваем? А ничего, что мне тоже надо репетировать? Слушай, ну подуй там, а? Мне на этом натуре не смешно в туалете сидеть и дуть труп, а? Так что, все, мы порешали, что вы снимаете вот сравнительную характеристику. Я тебе скажу, что мы порешали. Ты сейчас мне просто пришел, то же самое, что у нас было в проекте. Ты не просто перескал, это своими словами. За что тебе большое спасибо. Очень тебе благодарен, Александр. И вам того же. Давай вот, иди. Нет, ну вообще изначально, почему у нас разные мнения получились, да? То есть, ему нужно что-то такое, чтобы всех заинтересовало, да? То есть, что-то из ряда вон. Но это режимное учреждение. Где тут можно взять что-то из ряда вон? Что они здесь, я не знаю, вон на плацу там будут брейк-дам танцевать, что ли? Где тут такое вот вообще можно найти-то? То есть, грубо говоря, Александр считал то, что 15 лет КТВ находило, что осветить интересного. А вот сейчас вот мы не найдем. Недавно у нас была лекция здесь проводилась. Приезжали с воли из службы занятости. Мы говорили там насчет работы для осужденных, кто уже отбывал. Значит, мы специалисты Екатеринбургского центра занятости. По вопросу того, так скажем, готовы ли вы работать, желаете ли вы работать. И вообще, насколько вы можете работать после того, когда вы оказываетесь за стенами этого заведения. Надо начинать с подсобных работ. Не скажу, что их там ждут. Но, по крайней мере, так скажем, начинать трудовую деятельность можно именно вот с подсобных работ. Там проще трудоустроиться, проще начать работать и в дальнейшем уже зарекомендовать себя с какой-то положительной стороны. Мне нравится, например, вот то, что я чем занимаюсь, да, как бы пою песни, но что-то еще. Не сильно надо, придется чем-то другим заниматься. Были мысли, конечно, заниматься тем, чем занимался там музыкальным бизнесом, что ли. Но это уже не то, это не переносит конкретного дохода. Это как досуг, как хобби можно. Человек длительное время выбыл, так скажем, из социума. Поэтому, в данном случае, ему восстановиться в этом социуме необходимо будет время. Учитывать процент людей со снятой уже судимостью. И все они как-то, ну не все пускай, но большинство как-то работают, как-то живут. У них семья, работа, дети и нормальные люди. Что они хотят? Кто они и где они будут? У них есть время подумать и именно порешать эти вопросы. Пока я еще как бы это не определился, я могу, конечно, получить специальность. Сейчас пошел обучаться на электромагнитера. Ну, опять же, это необходимый, скажем так, шаг в этой жизни, что поможет зарабатывать деньги. Но это не то, что как бы то, что чего-то я хочу. Не знаю, почему так. Не могу я найти себя почему-то. Что бы я хотел делать? Я решил давно для себя, что худо-бедно, но на свободе. То есть грузчикам в любом случае я смогу устроиться так, чтобы прокормить себя. Это не составит большого труда. Добрый день. Так, ну что у вас? Здравствуйте, Юрий Владимирович. Как у вас? Работаем. Рано или поздно приходит момент, когда я говорю, а где же все то, что мы обещали? По истории что у нас? По истории, по колодке себя так обжат, сейчас будем вытягивать. Значит, мужики, надо было что-то сделать? Значит, по истории, фильм, который мы планировали, тогда вот эти все вот, которые у вас по файлу есть, они должны войти. Угу. На сцене мне покажете. Там уже подкорректируем, чтобы чему и во вторник уже у нас целевой вариант уже пойдет. Ну, надо сдать, теперь нам конкретный срок показали. Следующий выпуск в серии надо сдать. Ну что, поехали. Всем добрый день. Здорово, пацаны. А сиди работайте нормально. Пишай. Без микрофона будем. Я с ним себя как-то поганно чувствую. Отметить также деятельность нашего спортивного зала. В принципе, на этом оборудовании можно подготовить, ну не знаю, хоть чемпиона мира. Все изготовлено здесь колония силами посужденных. Ну, это заметно. Все достаточно. Где бригадир у вас? Есть бригадир, я? Как вы видите, в данном цехе происходят довольно неплохие серьезные швейные работы. Нормально получилось? Я нормально выгляжу? Точно? Смешно получилось, да? И сейчас мы находимся в нашем колонийском музее. Несем креативчика немного. Да я не успеваю, просто следить за тобой. Все, остановились. Вот, а другой. Вот, подошли. Мне нужно на ракушку бирать. А что это такое зафигня? Я не знаю, что тут такое, короче. Мы наблюдаем здесь человека в кандалах. Простого русского каторжанина. Я вот смотрю на тебя, на твои цепи, на все. Тебе и без меня, наверное, хреново. А тут я еще... Ну, что снимать из сантащики? В смысле? То же самое, что планировали. Здравствуйте, это телекомпания ИК-2. И мы ведем свой прямой репортаж из санчасти нашего учреждения. Как часто вы принимаете больных с какой... С каким... Подожди, тормози. О, блин. То есть мы находимся в кабинетах. Слушай... Просто сейчас маленько не в том месте мысли находятся. Просто расскажите нам о вашем нелегком труде в стенах нашей колонии. Ну, что сказать. Медицина, есть медицина. И любой медработник просто выполняет свой долг. И поэтому нам... Для нас разницы большой нет. Человек осужден и не осужден. Ну, для начала, позвольте хотя бы мне, так скажем, сказать пару слов свое оправдание. Отморозится. Ну, можешь называть это так. Да, безусловно. Намечался обычный рядовой репортаж для нашего документального фильма об истории колонии. Конечно, при любом обращении мы относимся к людям как положено, как требует наша специальность, наша профессия. А все-таки хотелось бы выделить именно положительные моменты. Они есть? Ну, конечно, есть. Например, вот именно здесь я вот встретила своего теперь уже мужа. Именно в этой системе. Да. А мой муж, вот наш сотрудник. Я только начал включаться в работу, а тут такой удар. А мы медленно переключаемся на вашего супруга, с вашего позволения. Хватило, так скажем, ума перевести уже все внимание на сотрудника и по горячим следам уже пообщаться с ним. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот именно к тому, что ваша супруга работает, ну, то, что у вас с вашей супругой одно место работает? Положительность. Положительность. В изоляторе работал, а потом вот по зоне. И случайно сопровождение также было больных. Вот увидел на отделении. И так и познакомились. То есть она уже работала здесь. Я пришел, мы... Никто никого из нас не приводил. Ну, спасибо вам большое за интервью. Не за что. Большой такой положительный пример для многих наших зрителей. Может быть, когда-нибудь... Тоже найдут. ...своё счастье именно на работе. Может быть. Спасибо большое. До свидания. Миша, иди в столовую. Вон пацаны идут. Да, да. Вот интересно, как видимо. О, слушай, ну неужели мы наконец-то начали делать фильм, который действительно интересный, а? Блин. Это же, это что-то новенькое, это хорошо. Это же он не конечный вариант, да, еще? Наверное, видишь, как он мелко нашли. Как-то происходят из двух заяц. Простали ли это? Ну да, это начальная статия нашего ролика. Ну, это зрители заинтригуют безусловно, что вот, вот. На, текст придумать. Четкий. В моем воображении оно одно. Как представляет его Борис, я не знаю еще пока что, потому что всю работу с монтажом производит он. Приобщи теперь, блин. Да я понял, блин. Сейчас мы, конечно, еще обдумаем, что нужно туда добавить. Решили, что нужно добавить туда звуковые комментарии. То есть, до такого вот места приезжали наши гости. Я хотел бы, так сказать, подарить вашему кабиному телевидению, я написал специально тему музыкальную. Вот этот дяденька написал заставку в нашей телепрограмме, которую мы по сей день ставим в начале новостей. Вот представьте, как волны накатывают на берег. Вот это первое сочинение. После этого полагалось обязательно встать и поклониться. Когда мы встречались с ребятами, когда я писал для них заставки, когда родилось кабельное телевидение, я считаю, что мы, в общем-то, стали основателями, что ли, какого-то целого направления. А вот я, по-моему, тебе подарил какую-то студию сюда. Тоскам. Тоскам, Тоскам, да, есть это все, да? Да, есть, есть. Перезащите, пожалуйста, большой пульт Тоскам Мон Снизаров. Это был агрегат, который появился в городе Екатеринбурге в начале 80-х годов, и на котором было сделано огромное количество первых, будем так говорить, рок-записей. Классно. Я подарил его. В 95-м году я подарил этот аппарат в колонии. Когда я посмотрел хронику, я просто вспомнил. Дело так, где он стал сделал. Было реальное желание хоть как-то помочь людям. Понимаете, ведь, в принципе, здесь может очутиться каждый. Та вот запись, которую вы нам тогда в дар преподнесли, мы ее до сих пор используем в нашей заставочке. Через? Да, новости выходят. То есть, начиная с вашей заставки. Вот это выбрана на клавище. Вот она тогда еще была. Куда вы ломитесь-то, черт вас побери? Доставай камеру, расчехляйся, все дела. А на хрена статистики взяли? Вперед из песни. Это телекомпания ИК-2. Мы находимся в школе нашего учреждения. Делаешь так и заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите? На какой предмете мы изучаем страну, реки, озера? На географии. На географии, конечно, ребята. Так. Государство, это что? Так пойдем. Не хочу я урок прерывать. Что-то мне не хватило наглости сейчас прерывать. Слышь? Это у вас кто? Что за урок? Наталья Владимировна. Наталья Владимировна. А сейчас мы поприсутствуем на уроке математики. Математика очень сложный предмет. Многие ребята впервые за много лет сели снова за парту. 56 людей до 7 получается. Я привыкла к этой ситуации. В учащихся я вижу только учащихся. У меня было вот именно чисто по-матерински их жалко. Интервью не дадите нам случайно? Таин, ты смотрел вот этот материал, который снимали? Нет еще. Знаешь, что мне бесит? Что бы мы ни делаем, мы все вот упираемся в принципе вот в это. Что бы мы ни снимали, это все вот лежит вот как в этой монтажке. Ты меня не дослушаешь, ты начинаешь оправдываться. Уже начинаешь оправдываться. Почему ты оправдываешься? Почему ты оправдываешься? Ты слушаешь меня? Конечно, я не слушаю тебя, потому что я еще свою мысль не закончил. Ты мне начинаешь свое толкать. На кой черт я тебя должен слушать? Вот как бы я не любил бы свою работу, все равно, блин. Когда вот все-таки мы упираемся вот в это твой компьютер, я понимаю, что толку вот от меня в принципе-то и нету. Нет, подожди. Мы планировали как бы. Такой дурдом. Просто мы потом уже решили, что по срокам мы не успеваем. То, что у нас есть вот из этого и будет лепиться. Ну, плюс добавится там еще маленько. Подожди, у нас же новое, что там надо хотеть. Вот все новое. Клуб. Ну, с клуба у нас таких вступительных вот кадров старых же у нас есть. Клип там, Бэтбэйс Блю. Так, ладно, идем тогда дальше. Гости колонии пришли. Ну, гостиных знаменитых в принципе хватает. Дальше. Спорт. Ну, футбольные матчи. То, что вот. Если дела. Нахрена футбольный матч, когда я в спортзал. Вообще один спортзал вставили в последующем. Да, я тебе еще раз говорю. Не надо. Не надо. Слышь. Да потому что там была картинка снята на старую камеру. Ну, что теперь сделаем? Форматор одна будет вот так обрезана, другая вот так обрезана. Это нормально. Нормально. В чем проблема-то? Я не вижу никакую проблему. Ну и все, что? И дальше там, что? Все равно я не возьму. Че ты? Только спортзал. Да куда ты денешься? Вот сейчас хоть что-то стало там, как-то это, более-менее, раскидали. А так вообще было завалено все. Клуб Ерешка. Да. Ага. Ага. Да просто флюографию сдавал, что надо было узнать. Может быть на 51-ю. Удохнуть, не дышать. Собираемся на 51-ю. Раз-два-два-два-два-два-два-два. И вновь я отрываюсь от земли, по вечной символию своей души. И сильными дарами подбудившегося сердца, чтобы с огромной высоты упасть в глубокий океан любви и утонуть в бушующих страстях. Тебя много раз упрекали в том, что в твоих текстах достаточно много такой злой энергетики какой-то. Ну то, что да, драматизм. А почему злой энергетик? Ну блин, я это так и выразил. Ты опять цепляешься к словам. Я просто не от тебя одного это слышу. В моих песенах все слышат только плохое. Почему плохое? Зло там. Я упор делаю на текст. И все сразу же у них слаживаются мнения, что это вообще какие-то мулячные песни. Мне сложно об этом судить, ты знаешь, я не фанат такой музыки. Не, на мой взгляд. У меня-то идет как бы действительно показано такое зло во всем моем проявлении. Дальше добро, это противостояние и выход из этой ситуации в более светлую сторону. Какой-то выход. Не безысходный сделать. Все нормально. Еще какое-то время там поколюсь, там посмотрим, стоит, не стоит. Бросить. Пока все ништяк, там нормально, там можно танцевать, петь. По себе если судить, то людям нравится то, что плохо, то что нельзя, то что... Не надо так думать, потому что зло побеждает, когда добро бездействует. Какое зло-то, Саня, какое зло? Наркотики. Мы обычно говорим о зле в мире цели, зло. Да? А сейчас вот если посмотреть, все зло-то только от людей исходит. Вот смотри, я вот мыслю так. Если человек, стремясь к чему-то хорошему, совершает что-то плохое, то, не знаю, я вот склонен, считай то, что, скорее всего, его поступок можно расценивать как хороший, нежели плохой. То есть, по сути, это дело, главное стремление. К чему ты стремишься, что ты пытаешься выразить своим поступком. Видишь, какое дело? Враг внутри меня. Представляешь интервью тоже брал, ну что-то это. И как раз совпало, что ему освобождаться надо через три дня. Мужику там уже четыре года, ну как бы, в возрасте поклонять. И это, я его спрашиваю, короче, ну как бы все освобождается, я говорю, почему, ну как, настроение? Так-то говорю, ну, осознали, ну не осознали, ну как бы, понимаете, что как бы, действительно, человек у нас сделал, осознали свою ошибку, вину. Ну, да, ну так-то, говорит, она не права, сама, говорит, виновата, я, говорит, я его убил. Паша, Паша, он уехал на другую колонию в лечебное учреждение. У нас проходили, там, массовое обследование плановое на туберкулез, и у него обнаружили. Ну, так-то, в общем, конечно, это неожиданно несколько было. У нас и признали заболевшим. И от этого никто не застрахован, и от этого еще страшнее. Ну, говорю, заболевание опасно именно тем, что очень долго и сложно лечиться. Туберкулез, он развивается довольно сложно и долго, могут быть какие-то скрытые формы. Флорография это выявляет. Я, впрочем, так, если посмотреть, можно было бы заметить раньше, что да, он похудел и все еще такое. Я к нему, в принципе, уже привык, то есть, я уже знаю с ним, я бываю уже четвертый год, то есть, и на протяжении моего отбывания наказания, то есть, я знаю его уже два года, то есть, работаю с ним два года. Павел, короче, за вами я Паша. Паша, переставляй, я буду сам тебе голос устраивать, пока ты будешь петь. У нас был, как бы, общий язык с ним, то есть, ну, и, конечно, мне вот так-то не хватает, и немножко грустно становится от этого. Такие больные изолируются в обязательном порядке. При первой же возможности они этапируются в специализированное лечебное учреждение нашей системы. Ну, это как та же самая колония, только с определенным уклоном в сторону лечения. Я не знаю, сколько курс лечения проходит. Возможно, вернется, но еще не скоро. В общем-то, были планы что-то еще записать, все участие. Сейчас, конечно, это все, можно сказать, перетеркнуто. Это такая болезнь, думаю, на серьезную. Да, ничего хорошего об этом нету. Непосредственно клуб потерял своего руководителя, то есть, который неплохо управлялся всеми обязанностями. Сейчас он уехал. Ну, не знаю, может, мы даже и не встретимся лучше. Я даже представить не могу, что мы будем делать без Паши. Блин, неужели? Ну, как-то не по-человечески это, что ли, все-таки заболевание тяжелое. Но, если честно, я рад. Твое мнение здесь вообще не учитывается. Я делал свою работу. Какое имя? Следи же за чистотой. В воле судьбы мы освободились вот от присутствия в нашем коллективе Павла. Наверное, нужно выразить его величество Павла. Звамя Человек-гора. Человек-гора? После десяти лет употребления тяжелых наркотиков, организм Павла, я так подозреваю, будет очень рад такому несказанному подарку, как пуберкулезу. Все равно пытаешься вспомнить что-то хорошее. Я не знаю, это нонсенс, я не могу вспомнить абсолютно ничего. 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 Слушай, а так-то хорошо то, что у нас Миша появился. Я питаю такую тайную надежду, что Миша станет все-таки на мое место. Потому что я надеюсь в ближайшее время все-таки с вами распрощаться. Ты хочешь подать на УДО? Да. Да. Я бьюсь уже как рыба блюд через четыре года и все-таки думаю, то что… УДО, условно досрочное освобождение, да? Да. Только… Ну как? Будем рады за тебя, что теперь заставят. А, ну все. Ну все. У тебя саму-то не надоело сидеть еще? Да. У меня еще… У меня еще до УДОТа, в принципе. До Китая. До Китая. Отцомлутый бы тихо. Время заключения, которое дают вот эти года, не всех они исправляют. Я готовлюсь к событию, которого я ждал в последние четыре года. Ну, если честно, мне вообще не нравится полностью. Все в пустое, то, что снимали там… Любая творческая деятельность, она требует уважения от души. Только не нервничай. Дальше. Да. Календарь зэка – это, конечно же, вещь такая сакральная. С нетерпением жду первого снега. Я пойду на суд, и все-таки вопрос будет решен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok